Это программа Ресурсы. Здравствуйте. В ближайшие пять минут с вами Динара Саду. В Казахстане в январе-октябре 2013 года было добыто 57,6 миллиона тонн сырой нефти и 10,1 миллиона тонн газоконденсата, что соответственно на 4,8% больше и на 4,3% меньше в сравнении с январем-октябрем 2012 года. За отчетный период в республике было добыто 34,5 миллиарда кубометров природного газа. В том числе добыча газа природного в газообразном состоянии составила 16,646 миллионов кубометров. Из него товарный выпуск составил 8,973 миллиона кубометров. Добыча нефтяного попутного газа в отчетном периоде составила 17,902 миллиона кубометров. Влавой региональный продукт Астаны сопоставим с уровнем стран Евросоюза. Об этом сообщил Аким Столица Мангалит Эсмагомбетов на бизнес-форуме «Астана-Санкт-Петербург. Стратегическое и инвестиционное партнерство». За эти годы внешний торговый оборот Астаны составил почти 10 миллиардов тенге и вырос в 30 раз. С учетом ТС только в 2013 году внешний торговый оборот увеличился почти на 2 миллиарда долларов и вырос в 36 раз, отметил Пасмагометов. По словам городоначальника столицы, с 1998 года воловой региональный продукт Астаны вырос с 711 миллионов долларов до 18 миллиардов долларов, составив 23 тысячи долларов на одного человека. Это сопоставимо с уровнем развитых стран Европейского Союза. Инвестиции в основной капитал выросли с 480 миллионов до 4 миллиардов долларов в год. Объем розничного товара оборота со 147 миллионов до 3 миллиардов долларов. В Вескаракайском районе Восточно-Казахстанской области будет построен мобильный мини-завод по утилизации древесных отходов с использованием инновационных технологий. В планах производить 2000 тонн сырья в год. Также в селе Джоланда реализуется инновационный проект по производству биотопливных брикетов. В год будет производиться 3520 тонн готовой продукции. Объем реализации составит 176 миллионов тенге. Кыргызстан продал на аукционе права на геологоразведку Чакмаксуйской и Кургантюбинской золотоносных площадей. Окончательная цена лота оказалась в полторы тысячи раз дороже начальной стоимости. За возможность провести геологоразведочные работы на Кургантюбинской площади победитель согласился заплатить 513 тысяч долларов. Больше начальной стоимости в 349 долларов. Права на Чакмаксуйскую площадь были получены за 105 тысяч долларов. Стартовая же цена была назначена в 60 долларов. По данным РИА Новости, в аукционе приняли участие 24 местные и иностранные компании. Прогнозные запасы золота в Кургантюбинской площади оцениваются в 3000 килограммов. А в Чакмаксуйской в 255 килограммов. В ВВП Японии в третьем квартале 2013 года вырос на 1,9% по сравнению с прошлым годом. Это оказалось выше прогнозов экспертов. Но есть и негативные моменты. По сравнению с предыдущими кварталами экономический рост замедлился. Напомним, что в первом квартале рост составил более 3%, а во втором квартале экономика выросла на 3,8%. Экономический рост был достигнут в основном за счет масштабных бюджетных расходов на инфраструктурные проекты, а также за счет жилищного строительства, говорится заявление правительства Японии. Внутренний спрос потребителей и инвестиций серьезного роста так и не показали. Фондовый индекс Японии сегодня уверенно растет, прибавляя 2,5%. Итальянское подразделение одной из крупнейших компаний США Apple подозревается в сокрытии более 1 миллиарда евро от налоговой службы Италии. Об этом сообщает Рейтер. В отношении компании, итальянское подразделение, которое базируется в Милане, уже начато расследование. Apple уже не в первый раз обвиняется в налоговых махинациях. В мае 2013 года группа сенаторов США обвинили компанию в выводе миллиардов долларов за рубеж через аффилированные компании. Глава Apple Тим Кук все обвинения категорически отверг. Отметим, что в последнее время налоговики Италии выбрали более жесткую линию поведения в отношении всемирно известных компаний. Вспомнить хотя бы дизайнеров Доминика Дольча и Стефана Габана, которые были приговорены к 20 месяцам тюрьмы условно и к штрафу в 400 миллионов евро за уклонение от налогов на сумму в несколько сотен миллионов евро. Это была программа Ресурсы. Всего вам хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин